МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Маппину обиделся продюсер Александр Шишинин, из-за чего убили создателя комбинации и кому принадлежат права на легендарные хиты. Если тебя помнят, тебя знают, то, что ты делал за это время, людям как-то помогают, то, ну, значит, ты молодец. В конце 80-х песни группы «Комбинация» звучали на всех дискотеках. Незатейливые тексты о красивой жизни, к которой так стремилась советская молодежь, пользовались бешеной популярностью. Кассеты с хитами саратовских артисток моментально раскупались в музыкальных киосках. Твоя вишневая девятка меня совсем с ума свела. Солисток на тот момент было две. Татьяна Иванова и Елена Левочкина, которая взяла псевдоним и прославилась уже как Алена Апина. В этом году исполняется 35 лет группе «Комбинация» и 35 лет с того момента, как я вышла на сцену. Сначала девушки не понравились друг другу, и у них часто случались конфликты. Ну, потому что мы абсолютно разные. Я девушка с рабочей окраины, посещающая дискотеки. Елена Евгеньевна училась в консерватории, закончила перед этим музыкальное училище. Но постепенно артистки подружились и спокойно работали вместе, пока Апина не влюбилась в продюсера Александра Иратова и не ушла из группы. Создатель комбинации Александр Шишинин воспринял поступок Алены как предательства. Саша был золый, обиженный, вне себя. С тех пор прошло много лет. В группе сменилось несколько составов. Неизменной остается одна Иванова. Артистка делится. Выступлений сейчас не так много, как было раньше, но ее вполне устраивает этот ритм. Я свою отбунтарила до 30. Да, все, что могла накосячить, я накосячила. На пике популярности у группы было огромное количество поклонников. Среди них встречались сомнительные личности, которые не всегда вели себя адекватно и устраивали разборки прямо во время выступлений. Как-то один из таких фанатов едва не погубил Иванову. Просто человек, дошедший до состояния алкоголического неадекватства, решил, что я должна еще раз спеть программу, которую я уже спела. Татьяна – женщина не из робкого десятка. Заявила, что концерт окончен, и больше петь она не будет. Он достал пистолет, приставил мне колбу, говорит, а так? Я говорю, а так тем более? И вот такое бодание у нас с ним происходило в минут 35-40, пока товарищи его не стали искать. Как-то они мне сказали – отползай. Как-то его там что-то. Однажды мошенники захотели создать поддельную комбинацию по аналогии с «Ласковым Маем». Солисткой позвали Ларису Каменкову. Но судьба девушки сложилась страшно. Бизнесмен, который был уверен, что к нему приедет Татьяна Иванова, очень разозлился из-за подмены артистки и задушил двойника звезды. Когда певица увидела по ТВ новость о собственной смерти, едва удержалась на ногах. Прохожие нашли, значит, под балконом или там, где там, да, села девушка. И приехавшие на место оперативные сотрудники обомлели. Перед ними лежала солистка группы комбинации Татьяна Иванова. Я сразу говорю, мама, я живая, все нормально, это не я. Бандитские разборки тогда были обычным явлением. Продюсер комбинации Александр Шишинин Татьяна Иванова жаловался друзьям на постоянные угрозы. Говорили ему, что хватит, он уже поездит с группой комбинация, ему ее надо отдать. Просто отдать. И пойти гулять лесом. Никто не думал, что все зайдет настолько далеко. Но в 1993 году случилась трагедия. 30-летнего мужчину убили в его подъезде, воткнули нож в живот. Мы спустились и увидели его лежащим между вторым и третьим этажем. Но что на самом деле произошло в тот роковой вечер, не знает никто. Дело так и не было раскрыто. Я был на похоронах, я там разговаривал с оперативниками, но, в общем, ни к чему это в дальнейшем не привело. После смерти Шишинина популярность комбинации начала стремительно идти вниз. Одно время с группой работал Александр Толмацкий, но быстро потерял интерес. Тогда Татьяна Иванова решила взять дела в свои руки. Она собрала новых музыкантов и теперь сама поет знаменитые хиты. Я участвовала в написании нескольких песен хитовых, тех же «Колбаса», тех же «Рашн Геол», я с авторствием текстов. Татьяна общается со многими бывшими участницами группы, особенно близка с Апиной. Иванова поддерживает подругу во всем. И когда Алену в социальных сетях осудили за чересчур откровенные фото, встала на ее защиту. Соседи социум тебе вносят и говорят, что стыдно, не положено, нельзя, фуда в таком виде. Ну да, то есть если тебе стукнул полтинник, все, значит, принимай грязевые ванны, привыкай к земле. Да, и тихонечко облачайся в ситцевый халатик, надевай на голову лоточек, чеши в сторону кладбища. Певица уверена, пусть сейчас они не зажигают так, как раньше и после концерта спешат домой, а не в ночной клуб, в душе по-прежнему остаются теми же девчонками из Саратова, которые ничего не боятся и жаждут приключений. А значит, их еще рано списывать со счетов.